Плюс, опять же, вся эта тусовка, которая бегает сейчас, делать нечего по нашим скверам, будет хоть при деле, при турниках и гаубицах, хотя это еще хуже, пусть лучше бегает. А, то есть все эти манифестации просто будут разгонять не толпа ОМОНов, а три военкома. Так нет, ну конечно. Это уже инициатива была. Причем они будут разгонять совершенно противоположными, они скажут, идите сюда, не идите отсюда, а идите сюда. Ладно, друзья, давайте перейдем к другой теме, потому что сейчас у нас на носу уже лето, вот-вот уже настанет День защиты детей, то есть 1 июня. Горячо, жарко, это значит, что на природе люди будут, профессиональные люди устраивать, open air и хорошие такие сочные музыкальные фестивали, потому что в Европе эта практика уже давно, а у нас она только начинает зарождаться, и я как-то отвлекся от этого. А потом я смотрю, вот, да, в какой-то афише вот летних музыкальных фестивалях, а их тьма тьмущая по России происходит. И вы знаете, мы сейчас хотим пригласить к нам в гости человека, который к фестивалям имеет непосредственное отношение. Это участник Вудстока, легендарного, 1969 года, один из гитаристов группы Джимми Хендекс. Не, 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 тут что. Илья Островский, музыкальный продюсер, организатор одного из крупнейших фестивалей, причем, что характерно, не в Москве и Подмосковье, где большинство из них проходит, а фестиваль Кубана в Краснодарском крае. Кубана? Кубана! Такой примерно у него джинел. Здрасте. Здравствуйте. Приветствую. Что-то про фестиваль очень интересно. Приветствую. Я не очень вас обидел, сказав, что вы пришел с кресла, что вы участник Вудстока. Вы же знаете Вудстока? А я не слышал о моем счастье. Что вы сказали? Да, потому что была потеря связи на какое-то время. Ну, может, оно правда. Ну, все верно, музыкальный продюсер, организатор фестиваля Кубана. Если вы так считаете, то, конечно. Нет, так оно и есть. Ну-ка, ну-ка, давайте-ка, вынесите ясность. А вы как считаете? Я с вами согласен. Все правильно. Хорошо. К вопросу. Место отличное, море фестиваля. Мы не знаем. Надо спросить, место отличное? Нет, ну это не первый год же, правда. Мы-то не знаем ничего. Да, четвертый год фестивальчик уже наш существует. И место отличное. Можно поставить восклицательный знак. Хорошо. Ой, это Басков, что ли? И в этом году ожидается какой-то прям... В этом году ожидается прям такой серьезный, мощный, судя по афишам, которые усят в городе, мощный состав. Ну, мне кажется, у нас всегда был достаточно мощный и серьезный состав. Но в этом году он еще более мощный, чем обычный. Это действительно так. Мне просто по поводу именно этого фестиваля. Фестивалей действительно много. Вот у нас есть список большущий. Действительно, в основном они в Масовской области. Мы все их знаем, названия. Еще где-то, то есть под Питером, в Москве фестивали музыкальные проходят неоднодневные. Вот в чем принципиальное отличие, концептуальное? Вот Кубаны от любого другого фестиваля на территории страны. Оно есть? Море. Дело все в том, что, да, по большому счету, фестиваль Кубана и не позиционируется как фестиваль. Это для многих людей полноценный отпуск на море. В этом году фестиваль впервые проходит пять дней. Многие едут с запасом, приезжают на два дня раньше, уезжают на три дня позже. То есть это полноценный отпуск, связанный в том числе и с прослушиванием музыки. Но кроме этого, на фестивале присутствует огромное количество других разных всяких развлечений, традиционных морских, нетрадиционных морских, традиционных каких угодно. У вас есть нетрадиционные морские развлечения? Я тебе расскажу, Лил. И эти люди приезжают? Нет, слушай, Маришки видел такие с помпонами, извините. Эти люди особенно тянутся в Краснодарский край, как известно. Поближе к Адыгеи? Поближе к Адыгеи, да, и к другим гостеприимным местам, которые их, конечно же, ждут и манят. Мне кажется так. В прошлом году оффспринг, да, ведь? Что? Оффспринг? Оффспринг, да. Оффспринг. Да, оффспринг. Сложно было их затащить? Или они уже понимают, что в России это не бизнес, а как-то сфера развилась, что можно ехать? Знаете, на самом деле, вы задаете достаточно традиционный вопрос. Само собой. Сложно ли договориться там с каким-то артистом? Нет, зачем? Вы спрашиваете, сколько это стоило? Это не традиционно? Ну, конечно. Есть? Можно я вот здесь? Нет, вы скажите, пожалуйста, мы же понимаем, мы на слух совершенно свободно цифры воспринимаем. Не-е-е, я боюсь, что мы на центральном телеканале не можем апеллировать к такой конфиденциальной информации. Давай определитесь, либо традиционный вопрос вам задавать, либо нетрадиционный, на который вы будете отвечать. Так, еще раз. Традиционный опять или нетрадиционный? Традиционный, на который у вас есть заготовленные ответы, или нетрадиционный, но интересующий, на который вы... Давайте чередовать через раз. Слушай, вопрос про аудиторию, и даже не просто про аудиторию, потому что фестиваль в Москве и даже в Подмосковье. Понятно, ну, если это фестиваль, там, не знаю, с именем, и там хороший набор музыкантов, понятно, что велика вероятность того, что он соберет, что как минимум Москва, огромный город, Подмосковье еще больше, ну и в Москву как-то люди привыкли приезжать. И вообще охотно едут. Да, охотно едут. Вот. А прям массово народ снимает. Кто приезжает на фестиваль в Краснодарский край? Аудитория достаточно разнообразна за счет того, что у нас представлено огромное количество музыкальных направлений. Ну, допустим, в этом году на одну сцену в один день выйдут группа Корн и группа Дюна. Вот, я думаю, такого не видели не только... До этого? На одну сцену? Нет, они, конечно, не видели ни Корн, ни Дюна вообще. Не Корн, ни Дюна, да, не многие коллеги по цеху Корна и группы Дюна. Фестиваль Кубана – это действительно очень мультиформатное мероприятие, которое может в себе объединить совершенно необъединяемое, как, например, в прошлом году выходил на одну сцену Михаил Боярский и Нагана, например, да? То есть мы не боимся этих экспериментов, и поэтому мы, собственно говоря, привлекаем аудиторию совершенно разнообразную. Ну, в основном это молодые, активные люди, у которых, ну, наверное, есть определенные уже какие-то в жизни достижения, как вот вы тут недавно разговаривали, я краем уха слышал, уже чего-то они достигли, в армию их уже не забирают или еще не забирают, и они могут поехать на море и потратить одну, другую, третью сотню долларов на вот такое вот развлечение. А вот это интересно, сколько вот действительно. И так вот я увидел там по какому-то, кстати, вы должны правильно понять, наша задача сейчас не раскрутить ваш фестиваль, это ваша собственная задача, и у вас, наверное, есть бюджет на это, а мы его и не видели. Вот, а вы просто поговорите о проблемах организации фестивалей в стране, о том, как это происходит. Так вот, вот, предположим, я увидел каким-то образом рекламу этого самого фестиваля, собрался, рюкзачок и поехал в Краснодар. Сразу первое, на самолете, видимо, да, быстрее и проще. Ну, все очень по-разному это делают. В принципе, конечно, быстрее и проще на самолете, но некоторые, кто попроще выбирает себе способ типа автобусного тура, например. Хорошо, приезжай в Краснодар, вот мне что там надо сделать? Мне, любителю Охспринга, остановиться в гостинице или с палаточкой прийти куда-то на какое-то поле, где вы завтра будете спать. Вот прям расскажите. Ну, во-первых, у вас небольшая проблема, я так понял, существует с географией вам ехать нужно не в Краснодар, а, скорее всего, в Анапу, потому что Краснодар не на море находится еще. Нет, Оля, принципиально, в Казахстанский край летает в Краснодар. А самолеты летают до Анапы? Самолеты летают до Анапы, самолеты летают до Геленджика. Так, окей, это даже лучше, прилетаем в Анапу. Дальше. Садимся в микро- или в макроавтобус и двигаемся в сторону Тамани, там, собственно говоря, и проходит фестиваль Кубана. А дальше выбор. Можно жить в гостинице, можно жить в базе отдыха, можно брать палатку, о которой уже было сказано, селиться на берегу и испытывать все прелести дикарского отдыха. А вот это обеспечение, извините, вот там местами, хотя бы наличие свободных мест, это ваши проблемы и заботы? Или вы к этому никакого отношения не имеете? Наличие свободных мест где? Ну, там, вот в базе отдыха, где вы упомянули, в отеле или еще где-то. Нет, конечно же, количество свободных мест и гостиниц в этом регионе ограничено. И, конечно же, во время фестиваля они уже традиционно каждый год будут заполнены, и нужно заботиться об этом заранее. Это вне нашей компетенции. Но, тем не менее, рядом есть какие-то более крупные населенные пункты, типа Анапа, в которых можно без проблем разместиться, и там гостиниц достаточное количество. Слушайте, а вот Казантип-то фестиваль же тоже? Еще какой? Номинально. Ну, фестиваль. И юридически, и номинально, и формально. Недельный фестиваль. Идет неделю. Все видели, я думаю, в Ютьюбе миллионы раскадры того, не знаю, какого-то свинообразного разврата и падения, которое со многими происходит. И то, зачем многие туда едут, со нравственными падениями. Ну да, это вот типичная проблема всех фестивалей. Нет, у нас, конечно, высококультурный. Ну да, приехали люди слушать «Корн» и «Офф Спринг», стоят с минералкой, смотрят. А почему они с минералкой стоят? С минералкой или свежевыжатые соки. То есть, нет, вообще мы за здоровый образ жизни. Во всех его проявлениях. Все за здоровый образ жизни. Значит, во время в этом году проведения фестиваля Кубана у нас пройдет этап Кубка России по кайтбордингу. Естественно, будут традиционные пляжные виды спорта, пляжный футбол, волейбол и так далее и тому подобное. Конечно, наверное, кто-то не удержится от соблазна употребить какой-то горячительный напиток. Но это совершенно не значит, что он после этого предастся каким-то вот этим страшным вещам, о которых вы говорите и видели в Ютьюбе. Значит, на Казантип ездят какие-то отбросы нашего государства из-за предельных. Дело все в том, что это вы сказали. Как объяснят? Это все видели. На Казантип тоже прекрасные люди ездят. Ну, это же правда не открытие ни для кого. Ну, они такие, есть разные. Нам рассказывал наш коллега про ее посещение Казантип. Помните? Да. Я не знаю, сейчас корректно это протестировать. Нет, у нее есть имидж. Но мы же не умеем, кто это. Итак, наш коллега, известный ведущий, мы не будем говорить, какого именно Пола, приехал на Казантип. Взял какую-то лучшую свою одежку, нарядил, долго причем продумывал, наряжался и вышел. И каково же было его, этого телеведущего, известного изумления, когда он говорит, а большая часть людей, а, либо физически не могли увидеть моего наряда прекрасного, потому что они лицом в песок спали, а вторая половина была просто голая. И они скакали со всеми болтающимися атрибутами голого человека, да, и наносились. Поэтому я чувствовал себя совершенно нелепым. Нет, потому что в Украине все происходит. Там, видимо, их на границе уже ободрали, поэтому они оказываются уже на мероприятии голыми. Мы-то в России, поэтому никаких преград нет. Все приезжают, вот видите, на фотографиях одетыми. Да, действительно. Нет, ну это уже артист, сам Бог велел. Это же самый крупный фестиваль в Краснодарском крае. Ну, наверное, да. Сильно помогает вам административным ресурсам государства? Администрация Краснодарского края нам очень помогает, за что мы ей безмерно благодарны. Понятно. Стоп, 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 стоп. Вот он скажет. Вот он. А, вот, кстати, из Казантипа фотки, да? Нет. Нет, мы что, мы пытаемся, что, человека... Да ладно, подожди. Я просто... Уприкнуть этим. Да нет, ну это детский сад. За это надо хвалить. Я просто хотел спросить. То есть, как бы, вы сначала начали делать фестиваль, а потом администрация подсоединилась, уже начала вам помогать. Или это было вместе? Вы решили делать с администрацией Краснодарского края большой такой южный российский фестиваль? Нет, дело все в том, что вообще в нашей стране без помощи администрации делать что-либо достаточно сложно. Поэтому, конечно же, это было какое-то продуманное совместное решение. Идея эта назревала давно. Но первые разговоры о таком мероприятии на море начались еще, там, 10 лет назад. И, да, администрация Краснодарского края прикладывает очень большое количество усилий и очень сильно нам помогает. Без них бы вряд ли можно было на пустом, по сути дела, поле построить то, что мы строим каждый год. И реализовывать те идеи, которые мы на сегодняшний день реализовываем. Спонсоры охотные, Додкон? Хотелось бы охотней, но... Ну, я просто говорю к тому, что мне интересно, вот сформировался ли уже вот этот рынок, потому что в Европе это понятно. Это каждое лето открываешь, ты на любой вкус есть летние фестивали. В России уже сформировалось это вот понятие, вот летние фестивали, то есть люди в этот бизнес втягиваются, понимают, что нужно зарабатывать. Если мы говорим про Европу и сравниваем ее с Россией, конечно же, культура проведения массовых мероприятий, музыкальных опен-эйров в Европе настолько далеко шагнула вперед по сравнению с Россией, что нам еще догонять и догонять. А культура организационная или культура все-таки аудитории? И культура организационная, и, наверное, культура организационная как следствие культуры аудитории. То есть нет культуры ни того, ни другого, ни организации, ни поведения и посещения массовых мероприятий. Это действительно очень большая проблема, наверное, она связана с тем, что когда там в 60-е, не знаю, в 70-е годы в Европе уже проводились какие-то мероприятия такого плана, у нас, в лучшем случае, в Кремлевском дворце съезда, в который, кстати, был еще не построен, наверное. В Зеленом театре, в парке Горького. В каком-то? Ну, концерты были. Что? Ну, как это? Романсы великолепные все. Ну, мы сейчас находимся где? В Англии 60-х годов? Организации по... Мне сложно сказать, я не был в Англии 60-х годов, но я был на современных музыкальных опен-эйрах, и я понимаю, что нам очень много чему есть поучиться, и, ну, нету, наверное, в России мероприятия, которая хоть как-то бы приближалась к культуре европейской, к сожалению. А в чем самая большая проблема? Вот, ваше личное, вы начинаете очередной год, в очередном год там планировать свой фестиваль, вот как... и что вы подсознательно думаете, блин, сейчас опять, вот что именно? Разговаривать там, договориться с администрацией, или опять видеть на этих харе неприятные возле сцены? Значит, нужно понимать, что в Европе на расстоянии там 100-150 километров друг от друга в один уикенд может проходить про несколько мероприятий, и для каждого из этих мероприятий найдется аудитория. Понятно. В России этой аудитории просто нет, она еще на сегодняшний день не воспитана. Нет, она есть, она просто не знает, что она аудитория, ну, как бы она же есть, люди-то есть. Может быть, она где-то и знает, что она аудитория, но эта аудитория рассредоточена по территории какой-то там 1,6 или сколько там у нас земного шара? Была 1,6. Ну, где-то в этой серии, да? И они все рассредоточены, то есть в России не может существовать на сегодняшний день два крупных мероприятия. Параллельно. Параллельно или рядом, да? Именно поэтому, как вы правильно сказали, большинство крупных опен-эйров, они проходят где-то между Москвой и Санкт-Петербургом и в этом районе. Потому что здесь эта аудитория есть. Нет, я все понимаю, этот концепт не есть. Мне вот интересна ваша эмоция. Итак, вы вот начинаете готовить очередной свой фестиваль. Прям вербализуйте проблему главную. Какая главная вот? Главный, извините меня за рейс, геморрой, который вы знаете, что вы ее сейчас встретите, опять, ну, куда деваться, надо делать? Ну, наверное, это в первую очередь отсутствие инфраструктуры. То есть, все приходится реализовывать в чистом поле. Проводить воду, канализацию, там, строить души, туалеты и всякие вот такие вещи. То есть, ну, заниматься стройкой, в которой я, на самом деле, не слишком большой специалист. То есть, заниматься непрофильными вещами. Опять же, если сравнивать Россию с Европой, Европа, ну, живет на инфраструктуре, на готовой, да? Да, Россия владает еще огромными пятнами по всей стране, в которых нет водопровода, там, и всяких других прелестей цивилизаций. В том числе и то место, где мы проводим на сегодняшний день фестиваль Кубана. Это просто дикий пляж. Не ответили. И еще один, вот последний вопрос, который, собственно, и сравнивает наш и Европейский фестиваль. У нас алкоголь продается, вот у вас на Кубане. Пиво на сегодняшний день мы, ну, то есть, не то, что на сегодняшний день, по закону, на массовых мероприятиях алкогольные напитки продажи запрещены. На сегодняшний день, вот, еще, я не знаю, когда выйдет все это в эфир. Мы уже в эфире. Да, уже в эфире. Тогда еще можно, вот, потому что с 1 июля вступает новый закон в силу, с которого пиво приравнивается к алкогольным напиткам. Слушай, с июля... Стоп, с июля нельзя будет на фестивале продавать пиво даже? На массовых мероприятиях нельзя. На массовых мероприятиях, да. Ну, то есть, там будет огромное количество дополнительных требований, ограничений по рекламе, по присутствию, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, это новый геморрой, который у вас настигнет. Ну, что это очень сильно повлияет на посещаемость фестивалей. Да будут проносить. Может быть, мы надеемся. Я не думаю, что это грозит фестивалю Кубана, потому что мы все-таки пытаемся заинтересовывать людей не алкогольными напитками, а именно насыщенностью, интересностью того, что происходит на мероприятии. Вот, а если кто-то хочет выпить пиво или что-то там еще, они могут это сделать в соседних ресторанах, в этом нет никаких проблем. В ресторанах пока что алкоголь продавать не запрещают. Поэтому... Как вы оптимистично сказали, я думаю, на этом и закончим. В ресторанах пока что алкоголь продавать не запрещают. Илья Островский, музыкальный продюсер, организатор фестиваля Кубана. Отличного вам фестиваля. С минимальным количеством проблем, побольше драйва. Очень хочется к вам попасть, но... Но нет. У нас работа. Но почему? Спасибо. Приезжайте. Здесь только на день. Субтитры подогнал «Симон»!